Александра сказала, вот кого я чувствую, кто уже был. Вот других пока не могу сказать. Значит, напишите, пожалуйста, кто был на моих уже выступлениях, напишите восьмерочку. А кто впервые, напишите единичку. Кто был, напишите восьмерочку. Вот, восьмерочку. А кто впервые, напишите единичку. Так, а есть, а я немножко так посмотрю. Ну, или я сейчас ссылочку бросаю. Впервые, впервые много-много людей, которые не были еще на моих выступлениях. Я этому чрезвычайно рада. Ну, во-первых, сегодня день не такой непростой. И я выступаю здесь аварийно. То есть меня сегодня прямо вот днем после обеда вызвонил Валерий Сорокин и говорит, вот срочно нужно заменить, выступить, вот смогу ли или нет. И я согласилась. Но так как мы с вами люди уже умные, продвинутые, значит, то мы знаем, что случайности не случайны. И раз я сегодня сюда попала, значит, наверное, я вам очень нужна. Ну, наверное, я тоже получу какой-то сегодня опыт. Ну, во-первых, значит, здравствуйте. У нас с вами будет полтора часа. Мы с вами должны быть мобильными. Мы должны с вами получить ответы на все ваши вопросы. И мы с вами должны понять, от чего и почему мы болеем. То есть сегодня тема у нас будет «Здоровье». Значит, для того, чтобы нам знать, куда нам двигаться и в каком направлении, чтобы сложилось наше сегодняшнее повествование, наш сегодняшний диалог, значит, я предлагаю вам назвать ваши проблемы, ваши заболевания. И тут же пишите, включите голову, сразу ее включайте. Говорю сразу, включайте голову. Назовите причины, по которым вы болеете. Вот не стесняйтесь. Дайте себе возможность оценить свою болезнь. То есть давайте болезнь отделим от вас, и вы ее будете просто ревизировать. И напишите по вестибальной системе, насколько вы готовы с ней расстаться. Только не спешите давать оценку 8 и 10, потому что эти оценки, они будут, то есть, ну, можете, конечно, написать, но не спешите, хорошенько подумайте. Потому что если мы готовы, то мы точно расстанемся. Если мы не готовы, то не пишите ни 8, ни 10. Потому что, ну, это будет неправда. Давайте будем честными. Итак, назовите свои проблемы со здоровьем, назовите причины, по-вашему, почему они у вас есть, и отметьте вашу готовность, глухота, не хотела слышать. Ага, вот, вот 10, но желает расстаться. Гипертония 10. Вот смотрите, я вам дам такой шанс. Ну, шанс, конечно, будет немножко ближе к завершению, ближе к концу. То есть я вам сделаю предложение. Но если вы сейчас поставили 10, и вы от него отказываетесь, то это, вы не готовы просто, не готовы. Вот смотрите, глухота. Вот хочу вам сказать, есть в нашей системе, пишите остальные, потому что 35 человек, хронический мел, мех, о, кух, не знаю. Ага, не знаю, но 10. А причину не знаю. Ага, поняла. Ну, да, инфекционное заболевание, и очень такое редкостное заболевание, я бы сказала, очень редкое. Значит, что хочу вам сказать. Значит, а вы говорите, ответ у вас на заболевание. Я вам хочу сказать, что вот заболевание, как глухота, вот сразу могу сказать, если она неврожденная, если это какая-то физическая травма, то это прежде всего засорена печень. Вот почему люди с возрастом плохо начинают слышать, да, это прежде всего, потому что засорена печень. И, как правило, быстрее развивается глухота у мужчин. Тут тоже есть такая предположенность именно у мужчин, потому что мужчины, ну, меньше заботятся, значит, печень, варикоз, почки. Я сегодня скажу про, Оля, послушайте внимательно, я сегодня скажу про варикоз, я расскажу вам про почки, ну, и про печень, естественно, я уже про нее говорю. Ну, и причины глухота появилась 30 лет. Тут была какая-то психическая травма, или это кармические нарушения, которые проявились. Вот это для Марины. Либо третье, еще раз говорю, сильно зашлакована печень. Потому что глухота – это такая вещь, которая может проходить. Вообще, как бы были случаи, когда глухота проходила просто, ну, за один раз просто. Нарушение обмена веществ, пиломатоз, миома, поняла женские заболевания. Вот смотрите, вот почему мы болеем. Давайте вот все болезни подведем черту и немножко поймем. Прежде всего, мы болеем от того, что у нас душа просит одного, а тело творит другое. То есть нет согласия между душой и телом. Какие могут быть причины болезни зубов? Причины болезни зубов – это нарушение работы внутренних органов. То есть внутренние органы болеют. Какие именно органы? Да все. И желудок, и почки, и, значит, и печень, и женские органы, и селезенка, и поджелудочная железа. То есть все это болеет внутри, поэтому крошатся зубы, поэтому болеют зубы. То есть нужно лечить внутренние органы. Желудочно-кишечный тракт, прежде всего. Так, значит, поняли. Если мы не держимся зубами за жизнь, если мы не следим за работой внутренних органов, то наши зубы начинают разрушаться. Причины сахарного диабета множественные, сочлененные. Бывают сахарный диабет по первому типу, сахарный диабет по второму типу, несахарный диабет. И причин их несколько. Паразиты, Валентина, для вас. Паразиты, громко говорю, буду дальше говорить. Паразиты, прежде всего. Может быть, нарушение обмена веществ. Но опять же, опять же, связано с паразитами. Смотря какой диабет, если ребенок это одно, это, скорее всего, паразиты. И какая-то психическая травма. А может, еще и психическая, физическая сочлененная. Очень часто связанная с головой. А если это взрослый, то есть сахарный диабет по второму типу. Вам нужно заниматься восстановлением работы своего желудочно-кишечного тракта. Вытравить паразитов. И сахарный диабет можно повернуть вспять. Можно, то есть, убрать паразитов, наладить питание, восстановить, значит, иммунный статус. И все у вас наладится. Так, ну, подробно о каждом заболевании я не буду говорить. А вот так кратко я буду говорить. Вы смотрите, если разобрать наше здоровье, примем за 100%, то 90% всех заболеваний связано с нарушением психоэмоциональной сферы. То есть душа, психоз – это душа. То есть 90% у нас заболеваний – это чистая психосоматика. То есть это все заболевания душевного плана. Значит, 9% – ну, как бы медицина списывает – это заболевания нервной системы. Но нервная система, она тоже реагирует на изгибы, на наши душевные какие-то травмы, на какие-то эмоции, все. То есть тут опять такая же, значит, связь. И только 1% всех заболеваний лечит официальной медициной. Вы понимаете, что происходит? То есть 1%, мы 100%, да, наше здоровье – это 100%. 1% лечит, но это не значит, что вылечит, излечивает и так далее и тому подобное. Поэтому немножко нужно включить голову, немножко нужно побольше знать о себе, потому что мы состоим не только из, допустим, работы, дома, квартиры, детей, мужа, мы еще состоим из тела, и о своем теле нужно заботиться. При сахарном диабете чаще всего это лямбли и аписторки. Прежде всего, Елена, лямбли и аписторки. Особенно лямбли. Кошечки, собачки, которые все 100% заражены лямблями, мы их любим, они рядом с нами живут, облизывают, они рассевают это все, но они привыкли так существовать, они так существуют. Это нормально для них, для человека ненормально. Мы не можем, то есть если у вас высокий иммунный статус, могут убиваться многие паразиты, в том числе и лямбли будут убираться, все. Но мало таких людей, их очень мало, поэтому организм наш не приспособлен, не справляется. Отеки сердца и почки здоровья, анализ, потому что в организме недостаточно воды. А утром лицо отекшее, к вечеру ноги отекшие. Значит, конечно, недостаточно воды. Если отеки, это недостаточно воды, услышьте, отеки, это недостаточно воды. Я про воду буду говорить отдельно сегодня. А как убрать, как убрать, это совсем другая история. Вот смотрите, еще раз говорю, мы состоим с вами не только из тела. И важнее для жизни, для успеха, для денег, для деторождения, для счастья, для предназначения это состояние души. Для всего. А мы очень часто отдаем предпочтение телу, забывая своей душе. Вот если бы мы жили по душе, мы поступали по душе, вы знаете, легче бы было. То есть нам попадались бы те люди, которые нужны, те события формировались, которые нам нужны. Неожиданное предложение, которое, может быть, нужны нам. Мы неосознанно хотели, а вот раз, оно и получается. Понимаете как? То есть все будет происходить уже легче, без вашего напряга. То есть сценарий уже будет подготовлен. Если мы слышим свою душу, как мы ее должны слышать? Мы ее через интуицию слышим. Девочки, мальчики, еще раз говорю, мы слышим через интуицию. Поэтому немножечко нужно вернуться к себе, к своей душе и прислушаться к ней своей душе. Если душа говорит, хочу полежать, полежите. Если душа говорит, что мне туда не нужно, не нужно. Если душа говорит, зачем тебе это покупать, у тебя и так 10 юбок, но не покупайте 10 юбок. Про варикоз ног сегодня буду рассказывать. Значит, я расскажу о причинах, а потом подробненько буду разбирать. Значит, первый шаг, самый главный, самый верный, первый ключик, первый шаг к вашему здоровью – это согласие со своей душой. Соединитесь со своей душой. Вот поймите, что душа важнее, чем тело. И когда вы с душой соединитесь, вы будете излучать стеяние, вы будете выглядеть по-другому. От вас просто болячки сами будут отпадать. Понимаете, они сами пройдут. Ну, что-то вот как-то не болит. Вот как-то вот, ну, не болит. Ну, не болит и все, просто отпало. Но, к сожалению, может быть, легко говорить, но не так просто сделать. Потому что человек приходит в этот мир как чистый лист, но потом на него записывают воспитатели, учителя, родители. Свои какие-то установки, свои какие-то такие убеждения жизненные. И они пропечатаются в этом человеке. И поэтому мы с вами очень рады. Кто-то думает вот так, кто-то думает вот так, а кто-то думает вот так. Но как же разобраться, как надо думать? Да тут тоже опять все просто, все гениальное просто. Все, что вам приносит пользу, правильно. Все, что вам не приносит пользу, точно неправильно. Но нужно уметь оценивать свои убеждения, свои взгляды, свои позиции, свое поведение, как бы свои эмоции. Все нужно уметь оценивать. На самом деле это не сложно, но просто нужно этим заниматься. Надо этому просто научиться, и ничего другого не нужно. Потому что если мы будем уповать на какую-то великолепную мазь или великолепную таблетку, то мы не дождемся совершенно своего здоровья. Мы его просто не встретим, потому что это разные дороги. Здоровье и лекарства – это разные дороги. Мы не пересечемся с этим, этого не получится. С таблеткой, уколом, операцией можно отсрочить исполнение того, что мы уже заказали, вольно или не вольно. И единственное, что можно на какое-то время убрать симптомы. Вот и все. Значит, вот хочу сказать об основных факторах риска смертности, хронических неинфекционных заболеваний. Вот смотрите, о чем мы говорим об этом здоровье? Мы бы не говорили, но, к сожалению, или к счастью, здоровье напрямую связано с продолжительностью жизни. И вообще со самой жизнью. Нет здоровья, нет жизни, и нам все равно, что после нашей жизни. Нам вообще все равно. Всем, кто умер, им все равно, что тут у нас. Им вообще ничего уже не надо. Абсолютно. Значит, основные факторы риска. Знаем, да? Табакокурение, алкоголь, неправильное питание, низкая физическая активность, то есть гиподинамида. Значит, основные классы причин свердости. На первом месте, как всегда, сердечно-сосудистые заболевания. А сердечно-сосудистые заболевания напрямую связаны с нашим психоэмоциональным фоном. Тут, наверное, все согласятся. Попереживали, сердечко застучало, тут закололо, тут защемило, таблетку под язык, вот-вот, все-все-все, давление повысилось, все. Вот все. То есть психоэмоциональный фон, ну, все регулирует. Значит, следующая причина – это новообразование. Ну, новообразование, главная причина новообразования, но она не самая, ну, как бы их таких вот главных две. Первое – это, значит, наличие паразитов, и второе – это обиды. Вот любые обиды и паразиты в сумме дают новообразование. Вот подумайте, надо ли обижаться или не надо, или, может быть, пересмотреть свою жизнь, или, может быть, все по-другому делать, и вообще думать по-другому, и вести себя по-другому. Ну, просто, как сказать, по-человечески. Ну, мало ли кто там что сказал, там, не так сказал, как вы ожидали, сказал не очень хорошо ваше... Да приюйте и забудьте. Значит, следующая проблема – это болезни органов дыхания. То есть, следующая причина смерти – это болезни органов дыхания. Ну, почему органов дыхания? А потому что люди дышат неправильно. Значит, женщины все, которые рожали, все без исключения дышат неправильно, потому что происходит такое дыхание в родах. Женщины в основном привыкли дышать поверх на снах, значит, то есть у них не работает диафрагма, и у них вот эта мышца, то есть она не тренируется. Мужчины как бы дышат брюшным дыханием в основном, а женщины в основном поверхностным дыханием дышат, и не слышно, не видно, и живот у них не участвует. Значит, поэтому научиться нужно правильно дышать. Я в причинах заболеваний буду перечислять все причины заболеваний, все доеденные, всем подробно расскажу. Следующая причина – диабет. Ну, диабет – это как диагноз, а причины я уже кое-какие сказала. Так вот, на пятом месте по смертности стоит причина, знаете, какая? По данным Всемирной организации здравоохранения. Это смерть от лекарств, или от последствий применения лекарств, или от неправильного применения, то есть смерть от лекарств. Вам что-то это говорит, то есть это впереди планеты всей, поэтому поосторожность с лекарственными средствами, лучше не допить, чем перепить, лучше вообще не пить, или поискать те способы и возможности, которые помогут обойтись без лекарств. Значит, теперь давайте про самодиагностику. Я уже про одну сказала, я просто поменяла слайды, и немножко как бы у меня были слайды, на которых там и зубы, все, я не помню, на этих есть слайдах или нет. Значит, смотрите, диагностику можно проводить самостоятельно, то есть не ходить в какие-то центры, не сдавать множество анализов, не платить деньги. Вот если у вас уже что-то болит, значит, что-то уже и так диагностика. Но, кроме того, есть такие вещи, которые еще не болит, или вообще не болит, вот, например, печень, она не болит, она может разложиться, быть цирроз печени, но она болевой синдром не дает. Еще, как говорит, у меня больше 12 лет невроз, агорокобия и частые депрессии. Ну, тут нервные расстройства налицо, да, понятно. Поэтому, это же заболевание души, Ирина, это же заболевание души. Нужно работать с этим, просто нужно работать. Но иногда заболевания душевные, они приходят, ну, то есть в эту жизнь человека извне, то есть приходят по, значит, по генетическому коду, приходят из так называемой кармы. Поэтому, вот, как бы, вот, тут такое вот дело. Так, значит, смотрите, вот на лице, вот диагностику можно проводить, значит, по лицу, по ногтям, по глазам, значит, можно проводить ее по пяткам, значит, можно по визуальному, значит, осмотру кожи всей поверхности, значит, можно проводить диагностику по дыханию даже, по запахам можно, по запахам от тела можно проводить диагностику. Ну, есть такие специалисты, ну, это не редкие, но они могут это проводить. Так, 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 не знаю, кто там. Так, я не знаю, ссылку на код, просят ссылку на комнату, этот сам Валера, Валера или Галина, скиньте, пожалуйста, ссылку на код в чате, просят, значит, послушайте вебинар, люди в чате, ссылку на комнату. Для гостей, скиньте, пожалуйста, чтобы я не отвлекалась, не копировала ничего. Значит, смотрите, вот давайте про лицо поговорим, перед нами лицо. Вот на лице обозначены цифрами точечки различные, вот каждая точечка справа на слайде написана, какому органу или системе она соответствует. Если у вас на лице в этом месте какая-то особая кожа, может быть, какие-то шероховатости, может быть, какие-то пятнышки, может быть, какие-то, значит, шершавости, может, еще что-то, в нашем чате, которое, значит, вот по конференции, там, да вы не сюда скидывайте, вы в чате, где конференция в скайпе, просят, люди пишут в скайпе, чтобы скинули ссылку на комнату. Она мне здесь не скопируется, я могла бы скинуть, но она же не скопируется. Нет, конечно. В чате конференции, в скайп-чате конференции. Вот смотрите, если вы у себя сейчас что-то обнаружили, можете об этом написать. То есть я у себя нашел вот то, все, пятое, десятое. То есть вы можете самостоятельно проделать диагностику и про себя многие вещи понять. Вот здесь, например, вот, ну, как бы, вот шестерка, сердечно-сосудистая система, вся, то есть вся переносится носа, обозначена, и особенно ее кончит. Вот посмотрите внимательно. Если вот у сердечников, как правильно, ну, слабые тоны сердца или что, у них, кроме так синяков под глазами, у них очень часто еще нос вот краснеет. То есть, знаете, так вот бывает, нос краснеет. У детишек, например, вот эта носогубная, вот эта вот вся часть, вот над верхней губой, если сердечная проблема серьезная, тоже бывает синюшность. То есть все на лицо, все можно увидеть, все самостоятельно определить. А потом уже думать, от чего это произошло, и главное, что с этим делать, для того, чтобы это устранить. Так, что еще хочу сказать. Значит, одна из причин заболевания – это зашлакованность организма. Об этом, значит, знают целители в Тибете, об этом говорит официальная медицина, значит, об этом просто, ну, уже просто кричат и стучат. Существует 7 этапов забрязнения организма, и в зависимости от того, на каком этапе забрязнения вы будете иметь те или иные заболевания. Вот здесь приведена таблица, на которой указана степень зашлакованности организма и какие заболевания у вас могут возникнуть. Ну, первое, если у вас просто вы устаете, значит, храническая усталость, синдром хранической усталости, то у вас, конечно, нехватка витаминов, и, значит, уже появляются шлаки, которые они накопились. Но если все другое, я пока говорю, вы можете спокойненько все это почитать, тем более организаторы делают запись, и у вас будет запись. В эти слайды все можете посмотреть, как бы, ну, хорошенько проанализировать, и все. Ну, вот самое, как бы, опасное – это шестая степень зашлакованности, потому что шестая – это уже инфаркт и инсульты, а, значит, и предраковые заболевания, а седьмая – это уже онкология, это уже рак. Поэтому не запускайте свой организм. Мы же моем посуду, мы убираем в квартирах, моем пол, там, стираем все. Мы почему-то забываем про, значит, вместилище нашей души, про наше тело, и забываем, что оно тоже нуждается в уходе, и не только внешним, но и внутренним, потому что не все, наш организм, конечно, многие вещи делает, мы через кожу, через потовые железы, через, значит, мочеполовые пути, через, значит, желудочно-кишечный тракт, мы много чего выбрасываем, но так много в себя вводим и так быстро зашлаковываемся, что не успеваем, к сожалению, вывести все. Эти шлаки-токсины откладываются. Что такое шлаки? Шлаки – это продукты жизнедеятельности нашего собственного организма, наших клеток, значит, наших систем и продукты жизнедеятельности, тех паразитов, которые нас населяют. Они тоже выделяют свои продукты жизнедеятельности. Все это из клеток выбрасывается в лимфосистему, но лимфосистема – это самотечная канализация. И если по времени, по скорости она не успевает вывести шлаки, то она их накапливает и откладывает в какие-то депо, так называемая, очень часто – это жировая ткань, и в жировых тканях откладываются наши шлаки и токсины. Поэтому наш жир – это наш враг. Мы просто, если мы его не убираем, мы от него постоянно зашлаковываем организм, и ядом его так и впитываем, и впитываем, и впитываем, и впитываем, и впитываем. Поэтому насчет жира тут просто нужно разбираться. Но жир бывает внешний, вы знаете, а бывает жир, так называемый, висцеральный, то есть тот жир, который накапливается на внутренних органах и системах. Этот жир более опасен, потому что он напрямую облепкивает наши органы системы, и кишечник, допустим, и печень, и еще что-то, и отравляет напрямую. С висцеральным жиром нужно тем более бороться и от него избавляться. Я думаю, что таблицу вы уже почитали. Значит, что приводит к зашлакованности? Приводит, конечно, неправильное, нездоровое питание. То есть мы можем много употреблять жиров, углеводов, и не хватает там белков очень часто, минералов, витаминов, и много калорий. То есть много самой пищи едем, объем много. А почему много едем? Потому что пища видна витаминами и микроэлементами. Организм требует, мы думаем, что он еды требует, а он требует витаминов и микроэлементов. И если их не добавлять, то мы будем просто переедать. Просто хронически будем переедать и будем испытывать чувство голода. Для этого нужно разобраться, какую пищу мы едим и чего нам не хватает. И это добавить в свое питание. И пищи будешь меньше потреблять, пользы будет больше, и будешь чувствовать себя здоровее. И быть здоровее на самом деле. Потому что недостаток витамина, например, давайте про витамины скажем. Недостаток витамина, например, элемента кальция приводит к 120 заболеваниям. То есть недостаток кальция вызывает 120 заболеваний. Недостаток витамина С и витамина Е приводит к онкологии. Поэтому нужно задуматься об этом и обязательно в свой рацион вводить витамины и микроэлементы не менее 4 ежедневно, то есть постоянно, ежедневно, просто нужно менять, если не знаете какие, просто меняйте все, если знаете какие, посоветуйте с вашим диетологом, с врачом, и вам будет назначено. Но витамины нужны натуральные, потому что витамины, которые продаются в аптеках, в наших аптеках, по крайней мере в российских, редко натурального происхождения. Они химические, они имеют другую валентность, нежели натуральный витамин, и они нашим организмом не усваиваются. Они просто делают нашу мочу дороже и все. И наш кошелек тощий. Вот и все дела. То есть нужно натуральные витамины и микроэлементы. Это очень важно. Достаточно должно быть в организме белка, достаточно должно быть плетчатки. Петчатки тоже недоедаем. И, конечно, нужно не переедать. Но не переедать нужно естественным путем. Понимаете как? Не насилуя себя, что запрет, вот завязать, ну не поедим мы месяц. А потом как раз спустимся и понесло, и все наберем и все вернем. Но пищевое поведение очень часто вот такое, ну как бы сказать, патологическое диктует паразиты. Потому что все витамины и микроэлементы, которые к нам попадают, они съедают первыми. Понимаете как? А организм все так же испытывает голод. Но он испытывает голод витаминов и микроэлементов. А мы кормим его едой. Понимаете как? Так вот, если паразитов не убирать, то они съедают первое, лучшее. А нам уже крохи с ихнего стола, если вообще что-нибудь осталось. Потому что селятся-то они сначала в желудочно-кишечном тракте. Они прямо на входе, они поближе к еде. Значит, к чему это приводит? Постепенно вот неправильное питание в сумме всех факторов приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса. И вообще, качество и количество употребленной пищи тоже очень важно в плане кислотно-щелочного баланса. Потому что нужно поддерживать наш организм в сторону ощелачивания. Значит, ощелачивание в организме поддерживают живые продукты. То есть сыры, овощи, фрукты поддерживают баланс в сторону ощелачивания. А такие продукты, как, например, приготовленное мясо, переработанное мясо вообще очень вредно, но переработанное мясо вообще вызывает рак кишечника. То есть это одна из основных причин возникновения рака кишечника. То есть вот такие продукты, они закисливают наш организм. А что такое закисливают? Происходят процессы гниения. Гниет пища, гниет вообще все внутри. Вот такие вот дела. Значит, что у нас с нашим пищеварительным трактом? Ну, во-первых, для того, чтобы пища усваивалась, мы постепенно подходим к причинам заболевания, я их потом перечислю. У нас имеется в кишечнике, вообще весь кишечник, у нас услан ворсиночками, такими маленькими. И если эти ворсиночки, то есть мы недостаточно употребляем воды, например, и у нас не хватает кислорода, мы неправильно дышим, то эти ворсиночки слипаются. А именно через них усваиваются питательные вещества, все впитывается кишечником и попадает в кровь. А если они слиплись, усваиваться нечем. И, значит, наш кишечник, в общем-то, не работает, как он должен. Он не выполняет свою функцию. И, кроме того, если кишечник зашлакован, а шлаки откладываются снаружи кишечника, то есть образуются такие жировые отложения, и в том числе шлаки, он постепенно начинает истончаться. Он начинает деформироваться, он начинает атрофироваться, и он не работает. И еще больше происходит отравление, еще больше накапливается токсин. Поэтому для того, чтобы этого не было, нужно периодически наш кишечник очищать от шлаков и токсинов. Я уже не говорю о паразитах, о тех вот особях живых, понимаете, взрослых. Я имею в виду о продуктах жизнедеятельности наших и наших микроорганизмов. Значит, где мы заражаемся глистами? Ну, можно через грязные руки, понимаем, кошечки все спрашивают про поджелудшую железу, про печень спрашивают, положил свой пузырь, про что? Тут лямбли. Вот даже не хотите к бабке, можете не сдавать анализы. Ну, самый лучший анализ, конечно, в таком случае, это нужно брать желчное содержимое через зон и его исследовать. Если вы будете исследовать, например, значит, лямбли, значит, сдавать кал, это бесполезные хлопоты, потому что их можно определить только в течение пяти минут после взятия анализа, значит, в теплом кале. В остальных случаях все, микроскоп их не берет, ни он их не видит. Все. Поэтому вот так происходит. Значит, паразиты бывают как очень маленькие, даже невидимые глаза, но имеется в виду блисты, так и очень большие, до трех с лишним метров в длину. Значит, какие еще, значит, опасности подстерегают нас в обне? Это бактерии и это вирусы. Значит, бактерии и вирусы, ну, неизвестно, откуда они происходят. Кто-то предполагает, что их забрасывают из космоса путем, там, с метеоритом попадают, тот еще. Но бактерии жили миллионы лет на нашей планете и просто меняются виды. Но я подозреваю, ну, и подозреваю не без оснований, что я когда-то видела видовой фильм, значит, в интернете, где показано, что вирусы и бактерии уже давно общаются друг с другом, занимаются любовью. И, например, значит, показан фильм снят, где они встречаются, соединяются как бы губками и, значит, образуются новые, то есть у них образуется новый, совершенно новый штамп, новый вирус или новая бактерия, который, в принципе, еще человека мне не изучен. И, конечно, лекарства от него нет, потому что лекарства изобретаются и опробуются десятилетиями на какой-то вирус или штамп или бактерию, а они уже новые, они уже мутировали, уже получается что-то другое. Значит, где живут паразиты? Паразиты живут не только в желудочно-кишечном тракте, живут они в голове, живут они в сердце, в суставах, под кожей, везде, где тепло и сыро, а в нашем организме везде тепло и сыро, они живут. Если паразиты не уносятся кровитоком, если их иммунные клетки не убивают, если с ними не бороться, они образуют колонию. Сначала это опухоль положительная, а потом это опухоль отрицательная. Вот вам и онкология. Все готово, все к тому, чтобы все было. Некоторые думают, что они взрослые, и глистов у них нет. С глистами мы можем жить с глубокого детства. Глистами может заразиться и взрослый человек. Глистами можно заразить своего ребенка, облизывая ложку или целуясь на губы. Глистами можно заразиться через постель. Ну, в общем, много способов глистами можно заразиться, плохо помыв овощи, потому что глистные посевы, все вот эти яйца, они живут в земле. Очень хорошо, они долго сохраняются, ничего с ними не делается. Значит, признаки глистных инвазов. Зуд, наличие опухоли в любых органах, дефекты кожаных покровов. Вот если у вас есть дефекты кожаных покровов, это тоже признак глистных инвазов. Нарушение функций желудочно-кишечного тракта, поносы, запоры, все что угодно. Нарушение нервной системы и общее недомогание. Ну, знаем, что многие дети, вот имея глистные инвазии, во сне могут скрипеть дубами. Есть и взрослые, которые скрипят дубами, тут и нервная причина, и чаще всего нервная причина от того, что есть глисты. Аллергическая реакция, это тоже, может быть, причина глистной инвазии. Недостаточный или избыточный вес. Почему-то думают, если глисты, то люди худеют. Очень толстые люди, очень часто имеют очень крупный глисток, ну, таких как силикор, например, бычицы. Значит, где прячутся гельвинты? Вот, посмотрите, значит, и в голове, и в печени, и в глазах, и в кишечниках, и в мышцах, и в суставах, еще раз говорю, и в желудочно-кишечном тракте, и в легких, и, значит, ну, везде, даже не знаю, где они прячутся. Глисты даже попадают, могут из заднего прохода попадать женщин через логарище, значит, в женские органы, и тоже, значит, вызывать там воспаление, а на самом деле глисты не вазят. А вот, как лучше от глистов и вазят. Лучше прийти к программе очищения. Самый лучший способ. Я не знаю лучше. Я уже так вот хорошо это прямо вот даю, что уже прямо вот 100%, чтобы не было совершенно никаких сомнений. Значит, узнать, как провести безопасное очищение от токсинов, шлаковых паразитов в домашних условиях, я предлагаю у меня, потому что эта программа прошла апробацию более 30 лет уже, работает эта программа. Я постоянно что-то дополняю и изменяю, но борьба с глистами, она прямо вот, она актуальная, она как вот флаг, она впереди планеты всей. Значит, о чем хочу еще сказать вам. Значит, что такое иммунитет? Ну, еще раз хочу сказать. Иммунные клетки есть во всех наших органах и системах, в глазике, в печени, в почках, в селезенке, в сердце, везде, 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 везде. Здесь есть иммунные клетки, но и эти иммунные клетки по природе своей являются армией в государстве, которая должна защищать наш организм, наше тело от всех, значит, нежелательных врагов, от всех агрессоров. Но эта армия давно уже утратила, значит, свой смысл, давно уже разоружилась, и вот почему. В роковые годы, в прошлом столетии был издан декрет во всех цивилизованных странах, то есть в Европе, в Америке, везде, был издан декрет, по которому приписывалось детей на кормление мамочкам приносить на 3-4 сутки. И поэтому 5 поколений, 6 детей уже идут с нарушенным статусом иммунным, и нарушили этот иммунный статус, который накапливался веками. Значит, почему был издан, никто не знает. И первую порцию молока сцеживали мамочки, То есть считалось это молоко незрелым, молозиво убиралось, и ребенок недополучал его. То есть он вообще не получал, это только первая порция. Мама ребенку передает с порцией молока первой с молозивом, передает ребенку прививку иммунитет. Ну так как мы сцедили, выбросили, ребенок сосет уже молоко не такое, как заложено природой. И поэтому появились многие заболевания, поэтому процветает детская онкология, поэтому процветает сахарный диабет детский. Теперь уже, значит, врачи знают, теперь уже прикладывают к груди сразу, но, к сожалению, те мамочки, которые сейчас рожают, они тоже пришли с порванным иммунитетом. Вот не потому что. Вот такие вот, такая ситуация. Но сейчас уже как бы немножко как бы разобрались, взяли к сведению. И, в общем-то, есть такие препараты, которые позволяют налаживать иммунный статус, налаживать до той степени, что иммунные клетки становятся зрячими, и они спокойно распознают врагов, и спокойно убирают их. Врагов – это вирусы, бактерии, глисты. Это наши собственные патологические клетки. Потому что патологическая клетка, она может, ну, когда их много, то это уже онкология тоже. Значит, следующая причина заболеваний – это жажда. Пишу сейчас в скайп, сейчас отвечу. Так, ладно, не буду отвечать. Сейчас, секундочку, простите, подпишу сейчас только. Значит, почему нужно пить воду? Потому что вода является, да, я говорю о трансферфакторе, Лена, ты молодец, ты умница. Значит, нужно пить воду, потому что вода – это основная составляющая часть наших клеток, и всего нашего организма, и всего тела. То есть наше тело в основном состоит из воды. Особенно в воде нуждается желудочно-кишечный тракт, в воде нуждается мозг, в воде нуждается кровь. Поэтому, если мы засушили свой организм, если не потребляем нужное количество нужной воды, то, извините, значит, тут все будет болеть. И суставы, и почки, и будут отеки, и все-все, что угодно. Потому что, вот, например, почему появляются отеки? Ну, вот отеки на лице. Женщина вот знает, утром встаем, отеки на лице. И чего бы, как бы, вот это вот все, а они почему-то есть. Потому что отеки – это застой в лимфатической системе. То есть лимфатическая система, то есть вот так анализация лимфатической системы, она густая, понимаете? Как мы смываем животный унитаз, мы же смываем водой. Так и это нужно разбавить лимфу, чтобы смывалось, чтобы легче все это уходило. Иначе оно просто, ну, как бы плотное, и вот эти массы, эти ненужные шлаки, они из нас не выходят. Поэтому существует 46 причин пить воду. Значит, какую вы будете пить воду, выбор ваш, но нужно пить правильную воду. Правильная вода, девочки, это чистая, питьевая, негазированная, не минерализированная вода. Потому что вода с минералами имеет лечебный эффект, и ее нужно строго пить ограниченное время в ограниченных количествах. Вот как бы вот так. Кипяченая вода не подходит, потому что это мертвая вода, поэтому нужно пить сырую воду. Значит, первое, ну, что для того, чтобы быть, прийти к здоровью, чтобы придвинуться к нему, это нужно напоить организм, очистить, накормить, я тоже про это уже говорила, и защитить. Потому что без этого невозможно ваше хорошее самочувствие. Отчего под глазами темные круги. Темные круги, скорее всего, у вас давление, скорее всего, у вас проблемы с печенью, скорее всего, проблемы, значит, если давление, то это еще и сердце. Значит, следующая причина заболевания – это гиподинамия. Тоже про нее писали, и люди просто, значит, знают, но ничего не делают, и постепенно линятся, 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 и, в общем-то, все происходит само собой, и путешествие под названием «Жизнь» быстро кончается. Значит, смотрите, гиподинамию еще называют болезнью века. Но это не все еще. Значит, данное заболевание, значит, это… Почему оно происходит? Вот почему гиподинамия появляется? Да потому что мы стали легче жить. Мы не ходим пешком, потому что мы ездим на машине, на транспорте. Мы не спускаемся по ступенькам, потому что у нас вымелит. Мы не таскаем воду на коромыслах, мы не косим сено, мы не запрягаем лошадей. То есть мы физически работаем очень мало. Значит, гиподинамия – это опасная вещь, значит, это бич нашего века, и с гиподинамией нужно бороться. Поэтому не дожидайтесь, пока болезни совершенно вас сделают беспомощными. А обязательно включите в свое расписание занятия физическими упражнениями. И заниматься нужно не просто для отмазки, не просто на 5 минут, и не просто 10 упражнений. Заниматься нужно до года. Вот если вы раз в день не пропотели от физической нагрузки, это считайте, что вы отодвинули, значит, свою жизнь назад, не на 10, а то и больше. Отчего вы? Я уже ответила, отчего круги под глазами. Значит, вот смотрите, даже вот я привела такой вот пример. Значит, если ручка у дверей не движется, у дверей не открывается, вот попробуйте открыть дверь, если это не открывается, потом открывается, она скрипеть начинается. Она тяжело идет, дверь. Точно так же все человеческие суставчики, точно так же. Если они не двигаются, то они застревают. То есть нужно постоянное движение, нужно постоянная смазочка. Но смазки в суставах должно, как бы еще ее делать нужно. То есть если суставам, организму не хватает хондроитина и глюкозамина, это вещества, которые являются, значит, составляющей вот этой смазкой между суставчиками, то у человека тоже будут проблемы. Если у человека не хватает воды, то у него тоже будут проблемы, потому что хондроитин и глюкозамин – это железистая масса, которая в основном, ну, как бы составляющая, вот основа – это вода, понимаете? А там витамины и микроэлементы. Вот. Если вот этого не хватает, то тоже вот ничего не сделаешь. Поэтому все должно быть вот сбалансировано, все должно быть вместе. Ну, движение – это жизнь мы тоже слышали и знаем. Значит, без движения и без роста нет вообще жизни. Я вам хочу сказать, даже вот, ну, если взять дерево, да, или там растение любое, если оно не растет, оно погибнет. Так и мы. Если мы перестаем расти физически, например, да, вот выросли люди до определенного возраста и в росте не растут, то мы обязательно должны развиваться головой, мы должны какие-то новые навыки получать, мы должны обязательно развиваться, потому что то, что не развивается, оно погибает. То есть нет причины держать этот особь, этого человека на этой земле. А мы все с вами под управлением создателя, хотим это или не хотим. Так вот, когда мы приносим пользу, когда мы, значит, полезность имеем, тогда мы, значит, у нас все получается. А когда мы не имеем пользы и полезность, тогда нас убирает жизнь. Вот и все. Значит, хочется еще сказать про дефицит кислорода. Ну, я про все причины сегодня буду говорить. Значит, дефицит кислорода объясняла, почему дефицит. Потому что не умеем правильно дышать, разучились правильно дышать. Значит, без кислорода кровь, не обогащенная кислородом, она не течет в нужном, значит, в нужном способе, в нужной скорости, не приносит в клетки и органы витамины и микроэлементы. Для того, чтобы она приносила, она должна быть текучей, и она должна быть обогащена кислородом. Значит, неполноценное дыхание, значит, снижает продолжительность жизни, он, значит, снижает, замедляет метаболические процессы, то есть процессы окисления, приводит к быструю утомляемость, депрессии. Значит, в таком состоянии при дефиците кислорода ухудшаются функции головного мозга. Это сказывается на памяти, творчестве, способности сосредотачиваться. Человек становится раздражительным, ну, депрессия, понятно. Она уходит в свои какие-то заблуждения, в чувства вины, значит, и неправильное дыхание человека лишает радости жизни. Вот я хочу, чтобы вы немножко вспомнили. Вот, предположим, жили вы, жили там, и что-то где-то как-то вот это, и вроде бы не очень. И тут вдруг и гвоздь, и праздник, хорошее такое, хорошее волнение такое, вы-то повеселились, а тут еще, может быть, потанцевали, ну, немного съели, а потанцевали побольше. И вот вы распространялись, и сердечко у вас застучалось, и все хорошо, и почему-то настроение улучшается. А почему? А потому что, когда вы подвигались, вы начинаете больше потреблять кислорода, и в организме запускаются процессы побыстрее, понимаете? Метаболические процессы ускоряются. Кислород поступил в ткани системы, и у вас и настроение лучше, и как бы и проблемы уже такие сложные, и решить все можно, и многие вещи мы уже не считаем такими важными, не привязываемся к ним, и совершенно не цепляемся к плохому. А видим, наверное, больше хорошего. Ну уж, по крайней мере, плохой точно не замечаем. Значит, вот доктор Агапкин, кто смотрит, значит, этот самый телевизор в России, все его знают, значит, очень часто говорит о ткани, и говорит, что неправильное ткани приводит к многим заболеваниям, в том числе, к варикозу, спрашивали, отвечают, к болезням органов брюшной полости и малого таза. Это значит, все женские заболевания там. И еще хочу сказать, вот я буду говорить о кармических причинах. Посмотрите, все заболевания, которые находятся ниже пояса, включая, значит, желудок, поджелудочную железу, значит, женские органы, простату, ноги, эти все заболевания имеют еще причину свою, ну, в причинах имеют еще кармическую составляющую. Что такое кармическое? Это причина, которая пришла к нам от наших пращуров, от наших прародителей. Поэтому избавляться нужно и то, и другое учитывать, разобраться, найти и избавиться. Вот и есть сказ. Значит, научиться правильно дышать, значит, может каждый, но лучше опыт показывает, потому что кому я из знакомых пыталась и показывала, как правильно дышать, очень сложно они это усваивают и не запоминают, и не могут повторить, то есть с ними нужно заниматься. И поэтому заниматься дыхательными практиками нужно с тренером. Вы знаете как? Прямо глядя на него, слушая, слушая, глядя и повторяя все за ним. И чтобы он вас видел. Потому что когда человек не видит, он не поймет, что вы делаете неправильно. А неправильное дыхание может привести, значит, ну, к обратному эффекту. Так. Идем дальше. Значит, подведем такую маленькую черточку под моим, значит, выступлением. Во всех культурах целительских есть целостный подход к лечению любых заболеваний. И поэтому, еще раз говорю, не нужно ударяться что-то в одном. Понимаете, нужно обязательно со всех сторон болезнь окружить и устранить все причины. Значит, ну, для того, чтобы это делать, нужно научиться останавливать диалоги, мыслей, то есть останавливать бег мыслей в своей голове и научиться расслабляться физически. Человек, существо социальное, и поэтому давным-давно разучился расслабляться. Очень важную, значит, вещь несет расслабление. Потому что там, где зажим в мышцах, там, где блок, туда, значит, туда не поступает кровь. Туда, где не поступает кровь, значит, никто не мешает паразитам образовывать свою колонию. И постепенно они образуют свою колонию, постепенно появляется заболевание. Там, где нет циркуляции крови. Потому что кровь, по сути своей, сама является универсальным целителем, универсальным антисептиком, и многие вещи может сделать. Но если она правильно циркулирует, если она вообще циркулирует, если она обогащена витаминами и микроэлементами, если обогащена кислородом, и если есть, то есть. Поэтому научиться расслабляться физически и психически нужно для здоровья каждому человеку. Вот еще такая вот вещь очень важная. Значит, вот давайте с вами еще поговорим. Вот о чем. Очень часто я вот эти слайды делаю по вашим прям ответам, по вашим запросам и по вашим, вот всем, вот, как избавиться от девятого дня, могут из-за него похудеть. Помогите, приходите, поможем. Похудеть, похудейте, потому что паразиты будут уходить и вес будет уходить. Вот у меня сейчас находится в коучем Елена. Ну, навряд ли она здесь, потому что она человек занятой, и мы с ней вот плотно занимаемся очень. Вот смотрите, она мне сразу говорила, ну, я сказала, что как очищаться, все мы делаем с ней. Я говорю, и вот нужно вот это есть, вот это не есть, вот это вот так. Она говорит, нет, я не смогу. Вот без сладкого не могу. Я сладкое всегда ем всю жизнь, и без него не могу. Девочки дорогие. Через две недели, она мне говорит, да мне сладкое не хочется, и вообще что-то я его не хочу. Сейчас уже второй месяц мы с ней занимаемся. Да не ест она никакого сладкого. Ну, не хочется сладкого. Она говорит, ну, не... Вот в другой раз бы вот все бы это съела, а сейчас не хожу. Ну, и, конечно, похудела, посвежела. Ну, а не менее бы дальше увидеть. Там есть, по-моему, почему аниме, от каких эмоций, от каких черт характера зависит аниме. То есть, низкий гемоглобин. Утечка, где-то утечка гемоглобина. Вот где-то. Может быть, где-то какая-то скрытая кровопотеря. Может быть, кишечник. Тут же вот, понимаете, ну, несколько же вариантов, может быть. Как стали беспокоить мурашки по задней стороне правой ноги. Что делать? У вас нарушено, значит, кровообращение. Значит, малые сосуды уже не работают. Тут нужно, как бы, ну, наладить кровообращение. Есть специальные упражнения, которые позволяют их наладить. Водичка, витаминчики и упражнения. Вот тут вот прям сразу. Ну, я же не могу здесь их вам выдать. Вот если придете, все вам скажу, все уберете. Значит, если вот, многие говорят, запор или понос, да? Вот. Если понос, то голова, может, и не болит. А вот при запорах очень часто у людей болит голова. То есть голова напрямую связана с кишечником. Если давление, люди говорят, да, значит, нарушено мозговое кровообращение, и оно может быть нарушено. Почему? Не проходит кровь. То есть зажимы в этот самый, в шейно-грудном отделе позвоночника. Вот. Это первое. Второе, значит. Что еще тут может? Ну, кровь, она может быть густой. Не хватает воды элементарно. Третье. Это холестериновые бляшки, которые жировые, это же жир, который в сосудах. То есть сосуды делаются узкими. Следующая причина. Сосуды ломкие. Человек солит, и считает, что так и нужно, и все едят, и вот эту басню мне рассказывает, и без соли он не может, и все. Сосуды делаются жесткими и ломкими. Ну, следующая стадия. Эти бляшки, они просто прогрызут, потому что в бляшках как раз сидят вирусы. Очень часто сидит вирус герпеса, и жир там сидит. Они прогрызут наши стеночки, и что делается? И стенка сосуда прохудилась, и кровь туда встанет. Вот вам и все. Ну, можно, конечно, спорить, а можно, причина высокого холестерина, это прежде всего нарушенный обмен веществ, и вирусы. Вирусы, Лена, вирусы. Значит, следующая проблема. Переломы конечностей. Значит, очень часто это проблемы с почками. То есть проблемы с почками, как бы отдельно, оно все вместе. Вот если у вас проблемы с почками, очень часто ломаются конечности. То есть нарушен кальциевый обмен. Вот и все. Щитовидка. Это проблемы с печенью и желудком. Вот у кого есть такие проблемы, вот давайте мы с вами представим такую ситуацию. Или, например, вот напишите мне, пожалуйста, в чате. Есть люди, которые, бывает, что едят раз в день. Ну, вообще, очень часто едят раз в день, и могут и вообще еду пропустить. Особенно молодежь вот это делает. То есть утром красим, не скажу, что они красят, вот, не поели. Вечером, то есть в обед им некогда, они где-то бежали. И очень часто они едят только вечером. Вот есть ли такие люди, которые вот, ну, как бы, вот делают так? Я просто хочу сказать, что бывает. То есть проблемы с щитовидкой, напрямую, щитовидка – это гормональный орган, да? Гормоны – это дирижер нашего организма. То есть дирижеруют всеми процессами, всеми системами. Так вот, гормональный фон очень часто, да вообще он часто, да он вообще зависит. Он зависит от еды. Понимаете как? Поэтому вот у людей, которые неправильно питаются, например, да, ну, редко, например, могут вообще считать, что еда неважная, а потом наелись. Что у них получается? У них может даже вот поели, у них начинают руки дрожать. То есть гормональный взрыв происходит. Значит, а пока не едят, значит, вроде как бы хорошо. А поели им делается плохо. А почему? Потому что резкий скачок гормонов. Резкий. От чего? От принятой еды. Потом вот женщины, которые в климатическом периоде знают, что когда они поедят, то им становится жарко. Значит, что это? Значит, весь гормональный фон. Все в порядке. Омигрени каждый день за 40 лет. Ну, много тут причин. Они не одни. Вот не одна причина. Понимаете? Не одна. Я тут самая распространенная вам даю. Она на самом деле не одна. Вы, может быть, думаете о чем-то. Вот навязчивые мысли, навязчивые мысли, вот это перекручиваемое в голове, тоже придет головной боли. Не досыпаете, тоже придет головной боли. Гипотериоз и много мелких узлов. Диабет второго типа. Ну, надо разбираться с желудочно-кишечным трактом. А что еще можно сказать? Желудочно-кишечный тракт. И диабет в желудочно-кишечном тракте. Конечно, конечно, потому что, вот смотрите, диабет – это заболевание, которое приписано к поджелудочной железе. Ну, кто не знает. А вообще-то диабет не знает сам по себе. Сначала в печи, в желудочные пузыри попадают лямбли. Они там расселяются. Они, значит, все, что она там съедает, очень часто у человека возникает желчнокаменная болезнь. Он удаляет желчный пузырь. Но он делает неправильно. Потому что нужно растворить камни и убить этих паразитов. А эти паразиты лямбли, они никуда не делятся. Они же все знают, понимают и чувствуют. Они перекочевывают в поджелудочную железу. И тут там быстренько диабетик наступает. Понимаете как? Вот кто удалил желчную пузырь, вот все, хотя предупреждаю, но кто бы кого слушал еще, понимаете как? Думают, они вырезали и все у них в порядке. А нет. Тут поджелудочный начинает страдать, тут женские органы страдают, потому что женские органы страдают, потому что зашлакована печень. Тут начинается нагрузочка на почки побольше, потому что когда печень с нагрузками не справляется, а печень не имеет нервных окончаний и не болит. И когда людям говорят, они говорят, так она же у меня не болит, понимаете как? Да у нее нет нервных окончаний, вот посему она и не болит, она и не должна болеть, там не предусмотрено. Но проблемы там есть, и если мы вот этих гадов, которые в нас живут, подперли, значит подогнали, они переселяются в другое место. Есть несколько методов очистки печени, я сегодня говорить об этом не буду. Это дилетантство. Нужно сказать, что сделать, как сделать, как правильно сделать, то есть нужно вот все так вот четко, вы не думайте, что так просто все делается. Значит, вот смотрите, еще одна причина, о которой мы чуть-чуть сказали, но теперь чуть погромче сказал, разрушительные эмоции. Значит, вот здесь читайте сами, какие эмоции приводят к каким заболеваниям. Проанализируйте свои эмоции и проанализируйте свое здоровье, где у вас что, и запишите себе, вот выпишите так на лицо, например, там, да, кожные заболевания. Ну, это, конечно, подавленная, как бы сказать, самооценка. Если у ребенка, например, там, бородавки или еще что-то, какие-то заболевания, это родители виноваты, только родители. То есть подавили его, как бы, ну, говорят, что он некрасивый, что он какой-нибудь не такой, вот это все, конечно, приводит к таким вещам. Значит, раздраженность и гнев. Потом любые кожные заболевания. Что такое кожа? Кожа – это продолжение нашего, нашей слизистой оболочки внутри. То есть внутри это слизистая, а наружу, но выходит, она делается грубо, это уже кожа. Так вот, если у вас внутри болит, то на коже тоже будет. Поэтому, например, прыщи лечить, смазывая прыщик, например, это безумие. Нужно убрать паразитов и добавить витаминчиков. Даже не убирая паразитов, если вы добавите витаминов, то есть накормите этих паразитов, глистов накормите, прыщи почему-то исчезают, потому что они довольны, у них все хорошо. А иначе они вот так вот съедают. Значит, еще хочу сказать про, ну давайте про коленные суставы скажу, вот например, да. Значит, коленные суставы – это отсутствие любви окружающих, повышенная самокритика, это глубокая обида, и обиды тяжелые. Вот если мелкие обиды, поражаются почки, но почки с суставами связаны, как я уже говорила. Если серьезные обиды, то тут и до онкологии может быть. Значит, и главная еще причина – это нежелание двигаться вперед. Некоторые говорят, да мне уже не надо, я не хочу, мне не надо. Вот вы понимаете, то есть это не мы придумали, и не нам решать. Если мы остановимся, то у нас точно будут болеть, значит, коленные суставы. То есть нежелание продвигаться вперед. И никакие припарки, притирки, всякие аппараты, они не решают проблемы. Если вы не желаете двигаться вперед по жизни, то жизнь начинает вас выбрасывать. То есть вы отработаны материалы, вы не нужны. А если вы двигаетесь по жизни, если вы стараетесь, значит, расти, то все будет нормально. Так, отдыхала, где купала, загорала, был открыт солнце, стороны печени появились на коже пигментные пятны. Нужно ли их удалять или смириться с ними? Удалять их не нужно, потому что вы можете доудалять, что будет очень плохо. А вот печень нужно почистить обязательно. Потому что то, что проявилось на коже, это вам показывается. Вы же не понимаете, что оно не в порядке. Вам уже прямо на коже, у некоторых на лице. Поэтому нужно обратить внимание на внутрь себя, то есть немножко. Вот посмотреть внутрь себя. Так, вот, значит, болезни сосудов, варикоз. Опять же, жесткие сосуды, густая кровь, наличие трихомонад, еще раз, трихомонад, не те, которые гинекологи определяют, а те, которые живут в крови, те, которые есть во рту, те, которые есть, трихомонада ротовая вызывает кариес, трихомонады живут в кишечнике, то есть разные виды трихомонад. То есть варикоз, это вот это, трихомонады, жесткие сосуды, жесткие сосуды и густая труда. Тоже не надо удалять миому, если можно, то отсрочьте, и вот у меня сейчас вот Лена, она как раз миома, но с большой миомой, как говорится, 10-12 недель, значит, ей 43 года, 10-12 недель, и еще киста на яичнике, но киста через 2 недели не диагностировалась на УЗИ, не обнаружила кисту. Так, но много родинок это тоже плохо, это тоже плохо, это тоже зарушение со стороны печени. Это не родинки, наверное, там совсем, значит, улучшилась печень, очистилась, может пройти сама, конечно, если печень почистить, не сама, очень интересно, как сказка, да, Таня, или Марина, да, как сказка, интересно. Ну, смотрите, вот выписка из УЗИ Хейт, кто хочет книжку, найдет и сам почитает, и сам выпишет, но тут немножечко написано, значит, проблема, которая имеется, ну, при алкоголизме, значит, вероятная причина и новый подход, значит, новый подход, это имеется в виду аффирмации, кто читал историю УЗИ Хейт, то есть она онкологически больная была, и в принципе она излечила себя самостоятельно и ушла от онкологии. Поэтому, значит, все возможно, если вы, то есть, возможно, опять же, не чужими руками, еще раз хочу сказать, не перекладывать ответственность, ее нужно взять на себя, значит, просто как губочка впитывать все, и еще с большим рвением все выполнять. Вот как только, не имеет значения, сколько вы знаете, не имеет значения ничего, если вы ничего не делаете. Все нужно делать, только имеет значение, ваше дело. Поэтому все, значит, имеет обязательно, ну, все имеет психоэмоциональный форму, любое заболевание, любое, любое. Я эту тему, конечно, люблю, но я уже просто забалтываюсь, потому что, ну, столько уже это вот знаю, столько вот этого уже говорила, про это уже не знаю, как вот, как вот донести, чтобы было понятно, раз навсегда взяли и сделали, и все. И берем, потом делаем все это с периодичностью, живем по-другому, и все получится. Значит, вот черты характера и болезни. Опять же, характер определяет судьбу, слышали, знаем, да, но характер определяет и наши болезни. То есть алчность – это острые процессы в организме, так что с жадностью разберитесь. Люди жадно очень часто имеют запоры, это онкология, это, значит, запоры, онкология. Значит, людям, значит, антагонизм, да, знаете, что такое антагонизм? Значит, непримирение, то есть вот непримирение с чем-то. Это мигрение, опять же, вот кто-то спрашивал про головную боль, очень часто не можем примириться, вот он такой или она такая, и вот мы никак, и ничего. Сахарный диабет тоже причина, непримиримость – это воспалительные процессы, любые. Апатия – это аминарея, потеря аппетита, понижение артериального давления, значит, атрофические гастриты, сахарный диабет. То есть видите, вот сахарный диабет, он имеет, он разный. Раньше считалось, что два типа сахарного диабета. Сейчас уже их много-много подтипов, и потому что разные причины. Значит, агрессивность – это повышение артериального давления, это бородавки, это язвенная болезнь. Значит, безвкусица, оказывается, тоже наказуема – это булимия, расстройство пищеварения. Значит, безысходность – это алкоголизм, это точно наркомания, пневмония, снижение иммунитета. Вот безысходность – это, как правило, человек не чувствует поддержки, он чувствует свою никчемность и ненужность. И поэтому, если работать с алкоголиками правильно, то есть убрать, и это поведение диктует тоже паразиты, опять же, вот это зависимо от этих ядов, от этих, значит, гадостей вот от всех, это паразиты требуют. Вот, если работать во всех направлениях, то есть и здоровье, и психология, то алкоголизм можно совершенно убрать, и человек будет, ну, совершенно по-другому. Но это надо в сумме работать не только к самому человеку, он должен быть очень сильным, если один на один с ним работать. Вот близкие очень должны понять многие вещи и вести себя немножко по-другому. То есть, ну, вот перетерпеть, ну, вот перейти через этот барьер, может быть, где-то вот побаловать больше, то есть больше внимания, больше любви. Значит, безрастутство приводит к эпилепсии, травмам и несчастным случаям. Брезгливость – это ангины, борода, керематизм. И еще, значит, вот хочу сказать про ангины. Если вы часто ссоритесь, допустим, ну, жена с мужем ругается, ангины будут тяжелейшие. Или с родственниками мужа – это ангины. Поэтому, значит, любая эмоция, она наносит отпечаток и след свой в нашем физическом теле. Положительная или отрицательная, такая или другая, но обязательно остается в таком след в нашем теле. Так, чего еще дальше-то? Значит, вот смотрите, ну, все мы знаем, что стрессы не полезны, что страхи – это плохо, но очень часто мы, допустим, умнеем и, значит, перестаем, значит, гнебаться, перестаем, значит, пребывать в стрессе, как-то стараемся избегать, но страхи прописываются глубоко, еще раз говорю, все наши эмоции, все наши переживания записываются в нашем генетическом коде, но страхи остаются. И если мы не поймем, что страхи нужно выковырнуть из себя, страхи нужно обезвредить, страхи нужно сделать нейтральными обязательно, то мы будем постоянно возвращаться и постоянно, значит, терпеть какие-то удары с этой стороны. Ну, а чего боимся, туда привлекаем энергию. Куда привлекаем энергию, туда идет мысль. Куда идет мысль, туда идет исполнение. Иногда мы говорим, да мы же не хотели этого. На самом деле хотели, понимаете? То есть невольно заказали. Частишка, не, она не работает, а все наши переживания, например, я боюсь переходить через дорогу. И вот боюсь, боюсь, и в результате вот аварии. Понимаете, как? Я боюсь вот это, я боюсь это. Поэтому бояться бедно, бояться не нужно. Нужно открыть, значит, свой мозг, открыть свое сердце, значит, навстречу своим страхам и их отработать обязательно. Иначе такой тип мышления, я его называю щелевым, где вы видите всю действительность и смерть через щелочку, как щелка в заборе. Сами все вот закрылись, понимаете? Вы уже видите только определенную часть щелочки, а мир-то, он существует шире, больше и значительно-значительно больше. Поэтому для того, чтобы освободить себя от этих ограничений, нужно со страхами разбираться. Почему, тоже сказала. Значит, почему нужно больше узнавать о своем здоровье? Потому что, если вы доверяетесь только, значит, ну, медицине, будете ходить к врачу, трясти его как грушу и говорить, этот плохой, этот хороший, вот почему меня не вылечивают, почему это, почему то, будете менять. Но на самом деле, значит, ну, ничего сильно-то не поменяется от этого. Что говорить об этом? Значит, ну, и медицинские работники тоже бывают разные. Это такие же люди. Значит, некоторые работают не по призванию, работают только для того, чтобы больше заработать, вот, и могут привести вред вашему здоровью, назначая неправильные лекарства, вообще неправильный план лечения. Значит, некоторые усугубляют ваше заболевание, некоторые приводят вообще к смерти больному. Поэтому, чем больше вы знаете о своем теле, о своем здоровье, тем больше инструментов у вас, и тем скорее и быстрее вы сможете себе помочь. То есть, расширяйте свои знания, больше ничего. Значит, лекарства и болезни я вам говорила. Значит, можете почитать здесь, что человечество изобретает вечно какие-то лекарства, старается, тратит миллионы на то, чтобы их изобрести, но болезни все время появляются новые. Значит, заболеваемость в мире растет, растет и растет. И почему я уже сегодня неоднократно вам об этом сказала. Ой, так, что у нас там все не кончат. А как же, ну ладно. Так, я 8 начала, 8, 9, 23. А практику, когда же делать, время мало. Так, значит, еще одна из причин заболевания это геопатогенные зоны. Что такое геопатогенные зоны? Это, значит, точки пересечения различных полевых структур, магнитных, электрических и других полей между собой. Так вот, в точках, где они пересекаются, возникают геопатогенные зоны, которые вы можете наблюдать в природе. То есть, в геопатогенных зонах ведутся неадекватно животные. Геопатогенные зоны, как геопатогенные зоны возникают хорошее litterание зоны, а это так, когда враги видят их на все, а в большинство. Как же, мы видят делал их, как они видят, подходят в природе, если они вымотекают, прикольные зоны, то есть, естественно, понимает, что есть, гроботогенные зоны, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я не знаю пока. Откуда ж я знаю? Значит, для того, чтобы не болеть и жить в согласии с миром, с людьми и с собой, нужно постоянно, регулярно, всегда заботиться о своем теле. Для того, чтобы наша душа не захотела его покидать. Ой, время поджимает. Ну, собственное здоровье, сказал еще Гиппократ, нужно делать своими усилиями. Если вы не готовы менять свою жизнь, вам невозможно помочь. Еще раз, и я говорила, начните брать ответственность на себя, то есть возьмите ответственность на себя и ищите нужное знание. И самое главное, их делайте, воплощайте в жизнь, и все, все у вас получится. Так, ну, способность к самовосстановлению организма. Существует, есть, все наши органы, системы обновляются какие-то в 7-дневный срок, какие-то за 50 дней. То есть, в принципе, мы через 50 дней имеем практически с вами все новые клеточки, новые органы системы. И как справиться с болезнями и перейти к здоровью, это прежде всего все нужно делать на практике. Значит, ну давайте, раз вы не хотите, значит, слушать дальше теорию, давайте сделаем практику. Сегодня особый день, сегодня пятница 13-я. Чем он особый, я вам расскажу. Значит, он особый тем, что пятница 13-я происходит смена энергии. То есть, можно убрать все плохое и, значит, сделать все хорошее, то есть, привлечь все хорошее. Значит, ну тут уже все, просто, знаете как, у меня про здоровье можно и 3 часа беседовать. Сами понимаете, вас много, вопросов много, у всех разное. Если практика, если вы уже многие вещи умеете, давайте сделаем практику. Потому что организаторы говорят, что надо побыстрее, надо практику. Следующий выступающий. Садитесь поудобнее. Я думаю, что расслабляться вы умеете. Значит, просто расслабьтесь, закройте глазочки. Закройте глазки. Расслабьте все свое тело, просканируйте внутренним взором все свое тело. Если есть где-то блоки, просто этим местом продышите. Продышите все место. И теперь представьте, позади вас, ваш рот. Слева представьте, значит, рот мамы, а справа рот папы. Как только смогли представить, поворачивайтесь к вашему роду лицу. Посмотрите, сколько их стоит. Кому надо, сходите в глубину своего рода. А теперь попросите у своего рода помощь и поддержку. Попросите у них помощь в избавлении от какого-то определенного заболевания. Выберите любовь, с каким вы будете работать. Только одно. И попросите помощь у рода, чтобы они помогли вам избавиться. А теперь подключите Создателя и попросите у него исцеления от вашего недуга. Всех людей на земле, у которых есть этот недух. Попросите Создателя об исцелении всех людей на земле, у которых есть этот недух. А теперь прислушайтесь к своим ощущениям, как вам отвечает ваше тело. Если у вас ощущение негативное, в том месте, где вы работаете, в том органе, с которым вы работаете, просто начинайте им дышать. При вдохе пустите в это место расслабление, исцеление. А при выдохе выдыхайте темную энергию, зажимы, блоки. Все, что вы увидите негативное, просто выбрасывайте. С выдохом от себя выбрасывайте. Выбрасывайте не только за свое тело, а дальше за всю свою оболочку энергетическую. А теперь наполните это место или этот орган Божественным Светом. Пристаньтесь ему в любви, этому органу или системе. Расскажите, покажите, дайте почувствовать этому органу или системе вашу любовь. Любовь вашего рода, любовь Создателя. Почувствуйте, как этот орган или система вам отвечает, с которым вы работаете. Улыбнитесь себе. Поблагодарите род за помощь. Поблагодарите Создателя за помощь и исцеление. И теперь я буду считать от единицы до пяти. И вы откроете глаза и будете чувствовать себя отдохнувшими, расслабленными. Ваше здоровье будет лучше. И ваша органная система, с которой вы работали, будет вам благодарна. И вы это обязательно почувствуете. Итак, я начинаю. Один. Почувствуйте ваши ножки. Два. Почувствуйте тело. Три. Почувствуйте свои руки. Пошелите пальчиками. Четыре. Почувствуйте свою голову. И на счет пять. Открывайте глаза. И можете написать о своих переживаниях. О своем опыте. Напишите, если есть какие-то вопросы. Если кто-то успел сделать. Потому что очень мало времени. На самом деле, надо заниматься, конечно, более детально, более серьезно. У меня уроки делятся иногда по полтора часа. А то и два. То есть всякое бывает. А тут вот быстро. Попишите, пожалуйста. Кто уже вернулся. Со мной связаться через организатора. Вот у вас ссылочки есть. Нажимайте на тренинг. Делайте заказ. Вам обязательно придет письмо с вариантами оплаты. И будет обратная связь. Зевая до слез. Слезы это всегда хорошо. Зевота это негативной энергии очень много. Организатора можете писать на почту. Варианты на странице там разные. От консультации до тренингов. В разных вариантах. То есть вы можете начать с первой ступени. И перейти потом до третьей. Вот как угодно. Но если вы ничего не будете делать. Вот я хочу обратиться к тем людям. Которые писали десяточки. Что они хотят избавиться от своих проблем со здоровьем. Начните что-то менять в своей жизни. Не будете менять ничего хорошего. То есть человек все равно идет куда-то. Вот идете вы к здоровью. Или идете наоборот в болезни. То есть в заканчивание, в обрыв жизни. Это выбор ваш. Зевота. Вот все кто зевал. Все кто плакал. Выходит негативная энергия. Зевота. Это энергетические поражения. Это энергопоражение. У всех. Так что вспоминайте девочки. Кто писал. Что вы хотите то и все. Пятое и десятое. Вспоминайте. Если отзывы. Можете почитать их на страничке тренинга. Если вам нужны отзывы. И было бы время. Их здесь полным-полно отзывов. Вы можете найти отзывы в ютубе. По моей фамилии и имени на моем канале. Кто умеет видео отзывы писать. Мало людей кто умеет. А такие отзывы на страничках везде. На сайте на моем можете найти. На блоге. Значит. И любой шаг в сторону здоровья. Это конечно победа над собой. Самая большая. Самая значимая победа над собой. Все остальное. Невозможно поменять жизнь. Невозможно ничего изменить. Невозможно притвориться. Невозможно врать. Невозможно отодвинуть. Потому что есть пространство вариантов. И оно или это будет или это. Выбор у нас всегда есть. Научитесь делать выбор. Научитесь принимать быстрые решения. Потому что первое решение самое правильное. Оно единственное может правильное. А все что когда мы начинаем придумывать и взвешивать. Оно конечно уже не от ума. А у плохой советчик. Так. Ну я тоже рада была с вами встретиться. А вот уже и до отзывов тут дошли. Дело дошло. Но к сожалению время мое стекает. Меня уже и в скайпе. И тут и везде. Мое время немножко поотняли. То есть меня отняли минут 10-15. Ну мне вот не очень дают. Я была рада с вами встрече. Кто захочет продолжить наше общение. Значит записывайтесь на тренинг. На консультацию. Любой контакт. Потому что я не всегда выступаю со здоровьем. Вот я не выступала наверное месяц со здоровьем. У меня другие темы есть. Ну попросили очень. Попросили конференцию про здоровье. Поэтому все девочки, мальчики в ваших руках. Сделайте первый шаг навстречу себе. По другому никак. Я выключаю слайды. Поскольку следующий человек. И даю трубочку отверстие. Продолжение следует. Татьяна, от души благодарю вас за выступление. Очень жаль действительно, что столько интересного и времени маловато. Ну в следующий раз давайте на целый вечер выступление ваше сделаем. Потому что действительно тема здоровья это самое важное. Нет здоровья остальное уже не так важно. Особенно если человек умирает от плохого здоровья. Согласны со мной? И я буду очень коротко говорить. Значит вот задавали много вопросов Татьяне. Если кто хочет с ней прям вот лично как-то сконтактировать. Валерий, сбросьте пожалуйста мой скайп. Или свой. И я вас сконтактирую, если это будет возможно конечно. Вот. А лучше конечно прийти на тренинг. Вот Татьяна предлагает два варианта. Один записи, один живой. Вот тренинг как-то с живьем, да? Онлайн живьем, вот оно нас называет. Зволь себе иметь. Программа естественного восстановления здоровья. Здесь вы получите как раз знание как самостоятельно. Уметь и продиагностировать, и выбрать себе систему. Галина, я немножко поясню. Вот смотрите, если в записи люди берут тренинг, то это в записи. Я вам уроки буду на почту высылать. Если вы оплачиваете тренинг вживую, то вы будете заниматься со мной по скайпу. Или если нескольких человек, так же вебинарной комнате. Если нужно до результата все-все убрать, все-все ваши повреждения, то берите коучинг. Ну я не видела еще ни разу нерезультативных клиентов. И я уверяю, что у вас у всех будут результаты. Обязательно. И результаты очень быстрые, между прочим. То есть стоит вот 2-3 недели сделать все, как я говорю, уже пойдет. Но у нас еще дальше занятия будут, так что результаты будут у всех. Ну я не завершила свою как бы вот речь. Я вас, значит, рада была видеть, рада с вами пообщаться. И буду рада дальнейшим нашим контактам. Ну в том случае, если они полезные. А не потому, что это хороший, интересный диалог, интересная история. История, она про нашу жизнь. А без здоровья жизни нет. Я прошу, чтобы вы об этом помнили, потому что иногда бывает уже поздно. Ну и всего вам доброго. И жду вас на снаем тренинге. Так, ой, Татьяна, а когда начинается этот тренинг, я что-то не могу найти. Значит, а, все, поняла. Тут нужно внимательно все прочитать. Просто так как Татьяна у нас была запланирована на другой день, поэтому я не успела подробно все почитать. Просто не успела. Значит, я так поняла, что стоимость участия 12 тысяч, это когда вы высылаете на почту записи. 35 тысяч, когда вы работаете с человеком, плюс ко всему еще через скайп работаете. Нет, через. Так, да, и 56 тысяч – это составление индивидуальной программы для восстановления здоровья. Вы же понимаете, что если просто заниматься индивидуально, конечно, это будет еще дороже. А здесь вы как раз и все заболевания можете увидеть, как работать с ними, и в то же время работать, в то же время, кстати, вот такие курсы я люблю, потому что тут за одним, ну-то я уже со своей позиции, тут уже потом можно научиться всему и самому использовать уже консультировать других людей. Так, и есть еще просто, сейчас минутку, есть еще просто в записи, тренинг записи «Подари себе жизнь». Он стоит, по-моему, 6500, да, вот 6500, он полностью в записи. Тоже, перейдя по ссылке, вы можете открыть и прочитать, что тут входит. Тут и долгожительство, и стройность, и рефлексология, и перекрыт возможный источник поступления денег. Ну, оно все на самом деле, конечно, взаимосвязано. Так, сейчас я посмотрю, что у нас Валерия сбрасывает. Ага, вот Татьяна написала. Запись 6500, живой 12000. Валерий, сбросите, пожалуйста, мой скайп для связи. У кого-то возникнут вопросы, вот по этим двум предложениям Татьяны, чтобы вы видели, насколько это грамотный специалист, имеющий и классическое образование, и обладающий даром ясновидения, ясновидения и огромной многолетней практикой, и травницы, и рефлексологии. То есть со всех сторон она понимает, почему у человека возникает заболевание, и как с этим работать, так, чтобы от этого избавиться, а не просто перевести в хроническую форму. Люция Борвин, да, конечно, мы еще будем Татьяну приглашать. Я думаю, что в июне, наверное, мы сможем еще раз пригласить. Да, вот мой скайп. Пожалуйста, у кого возникнут вопросы какие-то, по участию, по оплате, курса Татьяны Ращевской, пишите мне на скайп, и мы с вами уже точно выясним. Я прошу прощения, но у нас сейчас следующий спикер начинает, начнет выступать. Это Данил Роменский. Татьяна Ращевская, еще раз благодарю вас за прекрасное выступление. И, как это в каком-то фильме, в одном из фильма говорили, мы еще с вами встретимся. Я еще приглашаю ее с удовольствием. А сейчас нас выступает Данил Роменский. Я уже говорила в начале, что я его давно знаю, много лет. О, не много лет, второй год. Просто такое ощущение, что много лет знаю. И вот с удовольствием наблюдаю, говорю, как он ворвался в наше пространство онлайн. И очень себя так зарекомендовал очень мощно. У него уже большая группа последователей, учеников, у которых тоже шикарные, очень хорошие результаты. И вот я говорю, что сегодня просто такой день какой-то спонтанный получился. Я немножко не готова. Еще раз быстро скажу про него. Он основатель Центра экстрасенсорики, если виднее 4 стихи, экстрасенс, энерготрансформационный коуч, гипнотерапевт, практикующий тренер по набору энергии, консультант по личностному росту, и автор-разработчик массы программы «Методик». Я уже не буду про них говорить. Я знаю, что половина здесь сейчас – это его ученики и последователи. Поэтому скажу кратко. И сегодня тема его выступления – это ясновидение. Раскрытие ясновидения. Ага, вот. Базовый курс, естественно, видение. Ну что ж, Данил, я с огромной радостью предоставляю вам слово. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok